Всем доброго дня! Начнем с того, что подготовим сперва поршневую группу, а потом займемся уже блоком. Если, говорю, все-таки кто-то где-то чего-то не уверен, то есть можно прям не париться. То есть один поршень сняли, другой поставили и так далее, так далее. Смотрю, как лопнуло вообще просто. Там сквозная дырка. Тебе видно ее? Да, да, да. Она светится. Да, 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 она светится. Это у нас четвертый, который выгорел. Смотрите, для сборки будем пользоваться пастой. Это для вкладышей, то есть для первого запуска. То есть она создает некий слой защитный. Так, на что-нибудь учитываю, я немножко сделаю. Вот такая она довольно тягучая. Может, конечно, потому что постоянно там давить из тюбика не совсем удобно. Так, и поршень также. Два скользящих места. То есть поршень. Промазываю. Так, ну все. Получается шатун. Вот она у нас. Бабушка на крышке показывает вперед. И здесь также стрелка показывает вперед. Вот так. Так, палец пошел. Все прям вообще отличненько. Колечко тоже вставляем. Еще одно новенькое. Колечки следите, чтобы вставали на место. Потому что, если не сядет, выскочит, будет дело плохо. Колечки поршневые еще не открывал. Ну, не знаю, там оригинал или какая-нибудь. Обязательно, шляпа может китайская. Как правило, у нас есть верх и низ. У нас либо это надпись. Вот у нас есть топ. Либо это точка. Либо это буква Y там. То есть все, что угодно. Вот он здесь. Это верх. Ну, вот здесь также написано. И здесь тоже написано. Есть специальный для одевания колец поршневых. Но у нас его нет. Да и как-то я не привычно им пользоваться. Если руки растут не с того места, то лучше, конечно, согласен. Взять специальный ключик для установки поршневых колец. Потом у нас идет темное кольцо второе. Второе. Ну, вот, готово. Кольца будем разводить на 180 градусов. Ну, вот колечки на месте. То есть поршень собран. Теперь соберем так еще три. Полукольца у нас только внизу. То есть вот у нас получается третья шейка. На третьей шейке у нас стоят полукольца. То есть они стоят только на верхней части. То есть на нижней шейке полуколец нет, как это обычно происходит. То есть вставляем там два туда, два сюда. То есть здесь всего два, и они там находятся. На бугелях стоит номер бугеля. Указана стрелка в какую сторону. Поэтому вообще не сложно. То есть ничего нет сложного. Вот осталась одна мне шейка сейчас. Последнюю. Вот жалко не смогу показать. Я там обнаружил в блоке. В блоке на первой коренной шейке. Просто колено вытаскивать надо. В блоке на коренной шейке. Там внутри есть отверстие. То есть в отверстии канал. Сделан канал. И допустим там второй, третий, четвертый, пятый шейка. Это просто канал, как в обычном двигателе. То на первом я увидел, что там увеличена и вставлена какая-то пластиковая втулка. Но посвятив туда светом, я увидел, что это сетка. То есть это фильтр. Могу предположить, что это сделано неспроста. Я не думаю, что оно там что-то очищает. Я думаю, что если пошла стружка, там от какого-то вкладыша или что-то такое, она забивает, допустим, канал, именно коренной первый, забивает эту сетку. Идет голодание, проворачивает вкладыш в крышки. И тем самым, вместо того, чтобы делать ремонт, мы выкидываем шарблок. Масляные форсунки я уже поставил, прикрутил. У меня уже там все на месте. Крышка шаратурная в три этапа. Первый этап у нас 25 ньютонов. Второй этап 37 ньютонов. И третий этап довернуть 90 градусов. А крышка кореновая, ну это, конечно, ну прям... Молодцы, раз, два, три. То есть 15, 20, 35, 80 и 90. То есть нам надо будет два ключа. Маленький, большой. 15 прошелся, 20 прошелся. 35. То есть это маленький ключик уже. У меня с человеком... У человека с опытом. Ну, мне кажется, что это такой какой-то... Идиотизм, но будем делать как положено. Щелк. Так, колечный вал крутится. Крутится он не как обычно все думают, что он должен там прям... Да, если на обычном масле, то он крутится легко. С пастой для сборки он крутится гораздо туже. Вот он вращается. То есть прежде чем... Ну, еще раз сейчас пройдемся, 90 и проверим, как он будет вращаться потом. Так, этот ключ тоже ослабляем. Так, этот ключ нам еще пригодится для затяжки шатунов. Наверное, даже они оба пригодятся. И крышка, крышка коренная. Последний, пятый этап. 90 градусов. 90 градусов будем затягивать воротком вот таким. Нет, я думал, там побольше. Там есть побольше, но побольше не попался мне. Есть приборчик, ключ, который показывает именно в градусах. Если, допустим, 90, то это не проблема. Мы знаем, что было вот так и надо поставить вот так. То если, допустим, у нас затяжка идет на 60 градусов, на 120 градусов, тогда уже более сложно. Есть отдельно там лежит у нас приборчик, который показывает угол. То есть, 60 градусов, 120 градусов или что-то еще. То есть, моя задача будет очень проста. Так, ну вот, конечно. Ну вот он. И вот прям чутенько я сейчас на 90 поставлю все. Эту штуку вставим, зафиксируем. Ну, все прекрасно вращается. Вкладыш, смотрите, может стоять здесь, здесь. Как хочет, короче, направляющих нет. Но видно, что он стоял там по центру. То есть, вот я так понимаю, приблизительно выставляем по центру. Нет ничего, не посадочный. Ну так. Смазываем колечки. Так, так, так. Вот он у нас первый. Стрелка показывает сюда. Чик. Так, колечки на 120 градусов. Так. Жестный. Ну, конечно же, мы будем делать это приблизительно. Так. Прокручиваем мотор, дабы убедиться, что там все хорошо встало. Как это выглядит оттуда? Шейки коренные. Коренные. Шатунные. Шатунные. Поставил. Получается, первый этап у нас 25 ньютонов, второй 37 и дотянуть 90 градусов. Все это произвел. То есть, поршня сделал, все засунул. Болты. Окунаем масло. И будем затягивать в соответствии указанной маслице. Вот здесь я вот обычно вот, где шайба, пресс-шайба, опять же, под головку обязательно. То есть, прежде чем болт вставить, промазывать. Чтобы попало там масло. Ну что, мотор собран. Ничего там нет такого сложного. Ничего я не увидел. Прямо сверхъестественного. Да, помучился со свечкой накала одной. Она была не закиша, а забита была сажей. Потому что установлены на холодной стороне. А говорят, вроде как проблем нет, но проблемы на самом деле есть. То есть, ну весной патрубки, ТНВД, вакуумный насос. То есть, проблем вообще никаких нет. То есть, все доступно, легко и просто. За исключением, вот как раз-то цепи ГРМ. Помог тот опыт, то, что у меня был бензиновый Ford Focus 1.6. И там тоже был установочный комплект, кондуктор. Вот эта, как раз, штучка прикручивается вот сюда. Все. Внимательно смотрим. Как раз черненькая была она в наборе с болтиком. Фиксируется на коленвал. Была одна загвоздка, как зарядить обратно гидронатяжитель. На самом деле, то есть, покрутили, повертели, и на самом деле, то есть, было все очень просто. Вот здесь, вот сюда внимательно смотрим, на натяжителе, вот там сверху есть штифт. Торчит. Вон он. Видно его? Вот этот штифт. Его вытаскиваем. То есть, она не дает вот эти зубчики, вот здесь под стальной пластиной лежит пластинка с зубчиками. И она не дает нам туда его обратно вставить. Так вот. Вытаскиваем вон тот шплинт. Шток натяжителя проворачиваем. Проворачиваем на, там, допустим, 90 градусов, где ровно. Вталкиваем его туда обратно. Проворачиваем обратно, то есть, фиксируем уже шплинтом. И потом уже вставляем обратно. Тот же пальчик. То есть, пальчик вставили и все, в пазу. Сперва мы и так, и отверточкой пробовали отгибать пластинку и двумя, и трумя, ничего у нас не вышло. То есть, оказывается, все было очень просто. То есть, не надо было вычислить и все. Все. То есть, после того, как мы цепь, одели цепь, болты верхние, то есть, распредвалов, все шесть ослабленные, успокоители затянули, Натяжитель затянули, отщелкиваем. То есть, он натягивает полностью, убирает весь свободный ход цепи у нас, убирает. И после этого только мы затягиваем болты, фиксируем. Ну, в принципе, все. также можно поставить сзади на коробке, вот здесь, допустим, опять же, если мы, не знаю, это, наверное, сделано так, в разных этих, вот он, фиксатор, то есть, вставляется, вместо датчика коленвала. То есть, датчик коленвала, ну, у нас, к примеру, прикручивается вот сюда, вот так, вот он стоит. Мы выкручиваем датчик коленчатого вала, и вместо него вставляем вот такую штуку. То есть, там, в маховике, вон он, смотрите, есть специальная прорезь, углубление, напротив, то есть, вот в одном месте оно только есть, углубление специально для него. Вот я сейчас его туда вот так вставлю, покажу, вот он, то есть, вот он заходит туда, в это углубление. Вот он. Но, здесь я этого не стал, делать, потому что переднего более чем достаточно, когда я там с цепью, более чем достаточно. Это первое. Второе, все-таки датчик отрегулирован зазор. Смотрите, у нас есть зазор, то есть, регулируется на датчике коленвала. И, то есть, не, ну, можно прикрутить, конечно, по старому следу, но, если нет смысла от того, что я здесь поставлю, там и тут, я вижу, что у меня совпадает, то есть, вот я поставил так, и вижу, что точно у меня все совпадает, то есть метка, я думаю, нет смысла было его ставить, поэтому не стал заморачиваться даже. Закончил я Ford. Сейчас покажу, как заводится, как работает. Ничего, ну, допустим, вот в моих условиях, то есть техцентра, ничего сложного я не увидел, за исключением того, что нужен был кондуктор для установки цепи. ГРМ и, в принципе, все. с тормозами, конечно, был просто ужас, то есть, задние были заклинившие, все было заржавевшее, сменили диски, колодки, все обслужили перед, передние диски, ребятки, меняются очень сложно. Вчера я это делал первый раз, для меня это было очень сложно, потому что необходимо снять полностью ступицу с диском, потом разобрать и во внутреннюю сторону снять тормозной диск. все это вчера сделали, то есть поставили, напомню, что поставили новое сцепление, а вот, кстати, по поводу, наверное, немножечко того, что сломалась машина. Обнаружили нештатный патрубок охлаждения на теплообменнике внизу, вот, то есть неродной на хомутах. Возможно, был, не знаю, перегрев или такая, можно сказать, жесткая эксплуатация автомобиля, потому что тормозов нет ни передних, ни задних, все, прям, буквально, прям выгорело, съело, сцепления нет, поршня полопались и вот, а, головку блока цилиндров последний момент, прям буквально, там уже вечером ее надо было устанавливать, все-таки, вот по этому патрубку были мысли, отдали на шлифовку и опрессовку, опрессовали целое, а вот сняли 0,16 соток, то есть это много, я не знаю, как это для фордов, ну, я думаю, все одно и то же, потому что у меня по корейцам, то есть допуск там 0,5, 0,7, то есть еще притянуть можно к стальной, но свыше уже 7, то есть это уже, навряд ли, что у вас получится, у нас вышло 0,16, говорит о том, что все-таки двигатель крелся, перегревался. Собирая эту машину, я собирал информацию, какую-то смотрел тоже где-то и в ютубе, где-то еще, всяких соцсетях, то есть искал, находил, чтобы собрать один раз и надежно, то есть не так просто, что свои какие-то. и вот встретили много там таких, можно сказать, ответов на по поводу почему лопнули поршня, якобы кто-то пишет, ну многие пишут, что якобы это болезнь, что-то все-таки не так там с охлаждением или с поршнями, не знаю, правда это и нет, не могу знать. Сейчас компотик откроем, капот у нас тоже ключом открывается, еще также нашел такую информацию, как якобы этот 2.2 на этом транзите не тянет, то есть его недостаточно, 2.4 уже прекрасно справляется, даже есть ребятки, которые доставляют также у нас тут какие-то запасные части и они ездят на боксерах, ситроенах и вот они говорят именно боксер ситроен, он едет с таким же двигателем, а вот форд почему-то не едет, это для меня как бы вопрос, но особо он меня не интересует. ну вот он прекрасно работает, шепчет, поставили полностью ремень, ролики все новые, то есть с форсунками, с топливной системой ничего не делали, единственное, что сменили пламя, не гасящие шайбы, обслужили, все помыли, почистили, вот он завелся в полоборота, сразу же сделали ТО, полностью ТО, масло в коробке было очень плохого качества, топливный фильтр, он кстати находится под машиной, такая тоже интересная конструкция, после того, как сменили топливный фильтр, долго не заводилось, потом заводилось и глохло, дело в том, что здесь есть система прокачки, вроде бы как, но вот именно как у корейцев, она есть в диагностике, то есть можно запустить тест на удаление воздуха и прокачать топливная система, при замене там допустим топливного фильтра или что-то с топливной аппаратурой, так вот здесь этого нет, здесь есть такой, не знаю, колпачок, вентилек, на который надо нажать, зажигание включить и вроде бы как подкачетной насос что-то прокачивать, но все равно было долго и сложно, вот в этом плане есть нюанс, то есть по замене фильтра топливного, сегодня будут тестировать, кататься, вообще едет, не едет, стучит ли под нагрузкой, вчера он проработал у меня там примерно полдня на улице, все прогрелся, то есть по жидкостям везде все перепроверил, сейчас осталось поставить декоративную крышку, он еще с партнерами, поэтому надо будет все это подсоединить и надеюсь, что тест-драйв сегодня нам покажет, что она будет работать, служить для нас, ну и в принципе на этом все, мое видео вам стало чем-то полезным, то дай бог! субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok